Но сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это? Привет! На этой неделе во всех крупных городах России, наверное, сейчас борщу, но в крупных городах России люди вышли на улицу. Люди вышли на улицу, потому что, почему люди вышли на улицу, сейчас каждый по-своему говорит. Кто-то говорит, что фильм Навального, кто-то, что хватит больше терпеть. Кто-то из своей гражданской позиции, мы сегодня с вами не будем говорить, почему люди вышли. У вас есть свое мнение, у меня свое. Мы сегодня с вами поговорим о том, кто именно вышел на улицу. Я Семен Данилов, это канал На самом деле, и вернемся в прошедшую субботу. Озор! 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 По разным данным, ГУВД говорило о том, что вышло 4000, дождь, по-моему, в какой-то момент рассказывал про 20. Немецкий бильд написал про сотни тысяч. Но вот то, что я видел, очень сильно смахивал на 1010-12. Довольно приличная толпа людей, которые шли, что-то там кричали. Мне стало интересно, кто же эти люди, вот кто, зачем и почему. Первая группа, это самое очевидное, это наиболее большее количество, скажем так, это сторонники Алексея Навального. Я их для себя называю секта одного лидера. Не спешите меня 10, давайте я сейчас попробую объяснить свою позицию. Помните расследование Навального, которое он выпускал в самом начале деятельности ФБК? Насколько это было серьезно? И нынешний фильм про дворец. Если вы уберете всю риторику, связанную с эмоциями, вы заметите, что он вам не Димон. И вот фильм про дворец Путина сделан на разном уровне. Потому что он вам не Димон, это выкладки, графики, цифры, история довольно серьезного расследования. И фильм про дворец. Опять же, уберем фильм про дворец. В общем, первая группа, это сторонники Алексея Навального, о котором делать особо ничего не нужно. Для которых обозначены два рода деятельности. Поставь лайк, расшарь это видео. И да, вот новиночка, выходи на улицу, не бойся, ничего тебе не будет. Поэтому я вас призываю, не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся. Кстати, как ничего не будет, сейчас будем наблюдать всю неделю. И этих людей было какое-то количество. Этих людей было процентов 30 на митинге. Это довольно веселые ребята. Вот им что-то не хватает, пенка в кофе стала поменьше. Хипстера что вам не хватает, напишите мне. Вот, ну они вышли выразить свою гражданскую позицию. Вторая категория людей, это люди, которые всем вечно недовольны. Есть вот такие люди, которые машину запарковал на одной станции, пешочком прошелся, вышел, высказал что-то, понял, что затевается что-то нехорошее. Я свою позицию высказал, я протесту примкнул, а ушел. Да, есть такие люди. Они могут быть разного социального статуса. Это могут быть люди богатые и бедные. В общем, их все время что-то не устраивает. И третья категория, которых было очень много в том числе, это школьники. Такого количества школьников, про которых все говорили, ой, о боже мой, Навального вызывает детей, крестовый поход детей. Все про это кричали, кричали. Да, школьников было порядком. Ну, наверное, потому что впервые кто-то так хорошо и сильно обрабатывал тикток. Жулик, нам нужна ваша помощь остановить жулика. Вам нужно сказать, жулик, не воруй. Повторяйте вместе с нами. Жулик, не воруй. О, ужас. Помните вот эти кадры, где забирают десятилетку? Че ты приперся-то? Ты кого-то поддержишь? Нет, пришел посмотреть. Вот они из тиктока пришли посмотреть. Да я просто пришел посмотреть, что тут происходит. Давайте еще раз. Сторонники одного лидера, вечно недовольные, и школьники. Я не хочу сейчас говорить, хорошо это или плохо. Это в любом случае и хорошо, и в любом случае это и плохо. И мы сейчас об этом поговорим. Меня смутило другое. Знаете, течение самого протеста. Вот люди стали собираться с утра. Помните, вот это креативная история. Давайте, подходите, бесплатная фотография с трусами. Фото с труселями подходим, фотографируемся. Бесплатная фотография, бесплатная фотография, бесплатная фотография. Потом Путин вор. Все покричали обязательно, куда же без этой фразы. И вот уже пора бы людям расходиться. Но тут на гору, знаете, как в игре мафии спускаются сумерки. Город засыпает, а дальше начинается, ребята, полный пиздец. Потому что по улицам бегут ошалевшие от безнаказанности подростки. Появляются какие-то спортсмены, не спортсмены. ОМОН в этот день ласковее родной матери. Вы только вдумайтесь за всю историю протестов. Одна дама почтенная, перед которой уже все извинились. Вот та самая, которую пнули в живот. А дальше происходят чудеса. Самый страшный ОМОН на свете и самую страшную полицию на свете, как ее нам рисуют. Начинают закидывать снегом, бить в челюсть. Какие-то храбрые дети горы выбегают. Знаете, как я сегодня читал новость тоже. На одном портале написали личность кавказца, который один дрался сразу с несколькими полицейскими установленными. Конечно, установленные ребята, это Москва. Всех уже установили. Это самая ласковая в мире полиция. Всем по порядку дает в шоколадку, терпит издевательства. Где-то там выбивают стекла. Видели все эти кадры с машиной, с мигалкой. Вот этого я тоже никогда не пойму. И происходит то, что происходит. Люди начинают бегать. Просто давайте вот это сломаем, давайте туда забежим. Школьники с молотками. Три категории. Смотрите, как интересно получилось. Люди, которые начинали движуху с двух до четырех. Вот эти вот хипстеры, сторонники Алексея Навального. Лайкшер и Пост. Они потихоньку улицы покинули. К четырем часам повылазили бойцы. Деструктивный элемент. Как хотите. Особо неравнодушные. Которых уже, собственно, потом ОМОН и гонял. Но опять же. Посмотрите количество пострадавших. Что на фоне всего этого я бы хотел сказать. Да, конечно. Конечно. Люди сидели на пандемии. Людям есть что сказать власти. Но если вы были на московских улицах. Вот вы, кто был на улице. Вот скажите мне. В семь часов, в восемь часов. Вот с шести до восьми. Сколько людей там действительно вышли против дворца Путина. Вот которые прям вот не могут терпеть этот дворец. Вот это вот молодняк, который говорит. Смотрите, там один автозак стоит. Давайте его разнесем. Этому молодняку есть дело до дворца Путина. Или они вышли просто. Вот вы, честно мне скажите. Вторая история. Да, конечно, протест должен существовать. В такой массовой форме. Знаете почему? Вот я сегодня должен был делать выпуск про ковид-паспорта. Ну, потому что ковид-паспорта еще до субботы тема ковид-паспортов была актуальна. Сейчас, после того, как люди вышли во всех городах, я уверен, что никто даже заикаться не будет в ближайшие две недели. Но введение этой истории. Потому что люди вышли, люди опротестовали. Другое дело, как это было сделано. Митинг не был согласован. Митинг ни к чему в итоге не привел. Вот скажите мне, даже те, кто там был, те, кто кричал. Вы сейчас сами. Как думаете? Выйдет Алеша или все-таки присядет? После того, что было на улицах и как это обстояло. Да, я считаю, что людям надо собираться. Людям обязательно надо высказывать свою точку зрения. Чем больше у вас выйдет, тем быстрее. Знаете, как говорил Света из Иванова, более лучше будут приняты решения. И не было того, что сейчас. Я сейчас немножко вас в другую сторону уведу, но попробуйте уловить мою мысль. Мы можем выбрать президентом Навального. Расстрелять всю Государственную Думу. Сейчас я подумал, что это, наверное, неплохая мысль. Сжечь Москву и отстроить ее заново. Но если мы хотим жить в действительно новой России будущем, то только долгая системная работа с вовлечением всех слоев населения способна что-то поменять. Ну, по крайней мере, другого пути цивилизация еще не знала. Напишите все, что думаете по этому поводу. Давайте сегодня поступим, как поступает Алексей Навальный. Помогите мне распространить это видео. Поставьте лайк, обязательно подпишитесь. Я напомню вам, что я с именом Данилов. А вы в комментариях мне напомните все, что вы думаете по этому поводу. Да, мы вступаем в очень веселый политический сезон. Этот год будет жарким. Давайте проведем его вместе. Надеюсь, что нам удастся вот таким образом и двигаться дальше.